Вот еще одна песенка такая, туристическая. Я обычно перед ней рассказываю такую вещь. Будучи студентом, занимаясь горным туризмом, каждую субботу мы на два дня уезжали в лес. В Киев день я учился. В карьер или просто в лес. Разводили костер, пели песни вечером, потому что суббота был учебный день. Утром всталали, натягивали веревки, дюльфером спускались, устраивали переправы. Туристы знают, что это такое. Тренировка, короче говоря. А добирались мы до этих мест на электричке. Студенты. Денег никогда не хватало. Особенно туристы, которые всегда собирают денег, чтобы пойти в поход на зимние каникулы, на летние каникулы, на майские, на ноябрьские. Поэтому мы не покупали билеты. Садились в электричку. Ну, приходили контролеры, билеты нету. Все, выходите. А мы им пели песенку. Далека, далека, далека у нас дорога. Далека, далека, как от печки до хорога. Налегке, налегке. Верно, легче, чем гружен. Это знают даже жены. И что ждут нас далеке? На сыром, на сыром. Можно спать, а можно плавать. На круто, на круто. Без усилия можно падать, но всегда мы хотим Сделать так, чтоб веселее. Среди снега мы под ней и на льду ящим спим. Ах, дядя, дай, на билет мы от этих гор устали. Нам бы масло на хлеб и в прикус тут сын нам дали. И покой для души, и для ног покой. Ах, дядя, не высаживай, не глядя, сядь и с нами подныши. Мы расскажем тебе, как чудный замор скидали. И зачем на пальто не цепляются медали. Про газ, что жил, трех парней американцев. Слушай, слушай, оборванцы, сядь и с нами подныши. Ху-ху-ху-ху. Когда мы приедем на тот дальний полустанок, Наберем на путях смоляных больших полуанок. И зажарим на них припасенного барана. Дядя, дай ведро, ай, рано, чтоб текло по параде. И они могли нас высадить, потому что весь вагон поднимался и кричал. Что вы, бедные студенты, не трогайте. И нас никогда не высаживали. А, конечно, да. Работу вот еще. Целый день. Бедная ангелина. Извините, пожалуйста, можно? Что? Постараюсь.